На груди Расима Аибова блестит орден мужества. Его ему вручили за смелость и отвагу, которые мужчина проявил в Чечне. К ордену Расим относится спокойно. Говорит, что служил не ради награды. Ну просто орден. Ну да, конечно, он не каждому и не всем дают, но, понимаете, ну не знаю, у меня нет какого-то к нему особого такого трепетного сильного отношения, потому что, ну, там, поверьте мне, очень много людей, которые даже больше достойны этих наград. Расим закончил Саратовское военное училище. По распределению приехал в наш город. После года службы в 2001 году его отправили в командировку в горячую точку на 4 месяца. В июне 2001 года при возвращении с ночной разведки попали в засаду. Ну, собственно, классическое, в основном, ранение, которое часто можно было бы получить. Это вот как раз, когда подали в засаду. Подорвались на фугасе, стреляли нас. Вот. Собственно, служба там закончилась после этого. После ранения Расима отправили в госпиталь, сделали протезирование руки, и мужчина вернулся на службу в Саров. После работал в сфере ЖКХ, а сегодня юрист межрегионального управления и ведомственной охраны. Орден мужества на груди носит еще один ветеран боевых действий Дмитрий Шитухин. 19 лет призвали в Таманскую дивизию, в Подмосковье. В сентябре 1999-го приехал в Чечню, в Аргунском ущелье, при головной дозор колонны попали в засаду, был ранен. Дмитрия ранили вбок. Одну пулю смогли вытащить сразу, а вот вторую достать не удалось. В моменты досмотра в аэропорту или на ЖД вокзале металлоискатели реагируют на нее, и Дмитрию приходится предъявлять медицинскую справку. Всего в Сарове около 500 ветеранов боевых действий. Это люди, которые воевали на фронтах Великой Отечественной в Чечне и Афганистане. 1 июля – их общий праздник. В этот день нет митингов и не звучат торжественные речи. Но для тех, кто прошел через войну, это еще один повод вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.